Привет, друзья! Сегодня не буду тянуть кота ни за какие места, и так материала много. Тест Radeon 7, вот с такими вот, собственно, конкурентами. 2080 и Vega 64. Стенд 8700K, разгон до 4,7 ГГц, память 16 ГБ, 3000 МГц. Больше в попыхах купленная бушная материнка ТАВ Гейминг, ну, просто не может. Стрикс, которую я отдал в проект Тачка на прокачку, могла с тем же самым комплектом, а ТАВ не может, так что имейте в виду. Драйвер предрелизный, но вполне, быть может, и финальный. Блок питания 1220 и Соник. Кушает новый Radeon даже больше, чем Vega 64, ну, исходя из официальных данных, конечно же. Совсем скоро я расскажу, что нового в Radeon 7, а пока начнем разбирать. Разбирать видеокарты несложно, никаких скрытых винтов, монтажную планку снимать не надо. Верхний кожух снимать не надо, но я полностью раскрою конструкцию, чтобы вы просто посмотрели. Радиатор не самый крупный, ну, для того, чтобы видеокарта влезала в большее количество конфигураций. Но сам Radeon 7 чуть крупнее Vigi 64. И вроде бы вот нам три вентилятора вместо турбины. Но возросли при этом акустический комфорт. Точных цифр по шуму я вам не скажу, до сих пор еще не купил шумомер. Но, как мы с вами уже неоднократно делали, более понятно, чем цифры, это вот я восстанавливаю микрофон с круговым захватом. И вы слышите, он равно удален от меня и видеокарты, и вы слышите сейчас, как работает система охлаждения Radeon 7 на максимальных оборотах. Теперь проделываю то же самое с Vigi 64, и вот так вот на скидку она, конечно же, шумнее, но, может быть, не так сильно отличается. Ну, потому что здесь одна турбина, а турбина погромче, со скоростью вращения 2400 оборотов в минуту, а здесь три вентилятора со скоростью 2900 оборотов в минуту. Ну, вот так вот и получается, но Vigi 64 все же более шумная. Ну, вот так вот, друзья, шумит 2080, и если вы задаетесь вопросом, не вмешиваются ли в шум вентиляторы системы охлаждения, которые стоят на процессоре, то нет, друзья, я специально установил ее в режим Silent, и фактически ее не слышно. Вот, в общем, о шуме поговорили, и о температурных показателях Radeon 7 чуть-чуть попозже. Сейчас же переключаюсь на другой микрофон, и продолжаем разбирать. Между радиатором и чипом Vega 20 лежит непривычная нам термопаста, а термопрокладка, похожая на графитовую. Я не могу назвать со стопроцентной уверенностью состав этого термоинтерфейса, но примерно с таким же я уже сталкивался в 2015 году. Сейчас я проведу все тесты с этим термоинтерфейсом, а потом поменяем его на термопасту и посмотрим, будет ли от этого какой-то толк. Скажу заранее. Я сначала провел тесты, а потом уже разбирал видеокарту. Память тут на одной подложке с графическим процессором HBM2, поэтому на плате термопрокладки установлены только на 14 силовых каскадах с выходным током 70 А. Термопрокладки с плохой эластичностью, сухие, но при этом течь точно не будут. Сами микросхемы, которые через термопрокладки передают тепло, имеют алгоритм изменения тока в зависимости от температуры. Это довольно новые, прошлогодние компоненты, разработанные со слов Infineon Technologies в ответ на запрос со стороны систем искусственного интеллекта. И тут хотелось бы отметить новый подход AMD к получению данных о температуре. В новом чипе, который компактнее, чем Vega 10, в два раза больше температурных датчиков. Целых 64 сенсора против 32 у Vega 64. Это позволило им управлять троттлингом лучше. AMD приводит пример, где они выигрывают 2% производительности только за счет работы новой системы с температурой. Ну и плавно переходим к температурному тесту, а после к играм. Устанавливаю максимальные обороты на видеокарте и поиграем полчасика в Shadow of the Tomb Raider в локации Тайный город. Максимальная видеокарта после получаса игры нагрелась до 65 градусов. С такой температурой не нужно думать о том, как улучшить охлаждение. Но я не рекомендую врубать систему охлаждения на максимум. Я рекомендую отстроить график включения вентиляторов в атмане. И тогда без большой нагрузки она не будет излишне шуметь. Но чем лучше теплоотведение, тем выше акустический комфорт. Поэтому попробую заменить термопрокладку на чипе на термопасту. И перепроходим тот же тест. И получаем ту же самую температуру. Ну, может быть, на 1 градус ниже. Выходит, вмешательство и обслуживание видеокарта может и не потребовать значительную часть срока эксплуатации. Решение, перекочевавшее вместе с чипом из инстинктов, чтобы рабочие системы обслуживать как можно реже, без потерь характеристик. Родной софт показывает, что мощность видеокарты во время игры не более 300 Вт. Чаще, как в Ларке, 230-250 Вт. И поэтому я решил попробовать снизить напряжение и ещё раз перепроверить показатели при сниженном напряжении. Максимум мне удалось снизить напряжение на 120 мВ. Можно и 130, но будет нестабильно. В итоге снизилось энергопотребление, тепловыделение, разница аж 10 градусов. А производительность осталась на прежнем уровне. Сейчас вы видите геймплей в 4К, пресет настроек высокий, без сглаживания. Ну а если сравнивать Radeon 7 с 2080 в той же Ларке, то 2080 оказывается производительней, как в 4К, так и в Quad HD. В обоих случаях было установлено освещение HB-AO+. Может быть, этот режим, разработанный Nvidia, мешает Radeon развернуться. Поэтому я сравнил показатели с HB-AO+, и BT-AO. В Quad HD разница есть, но очень незначительная. В общем, и между видеокартами разница небольшая, на самом деле. На примере Far Cry поговорим о видеопамяти, о ее количестве. Вот как я думаю, AMD сейчас возьмут курс на продвижение идеи, что в скором будущем от видеокарт игры все будут требовать больше и больше видеопамяти. И 16 гигабайт, на самом деле, уже мало. Но, как сказал один из специалистов в сюжете, который я пока еще не домонтировал, чем производительнее железо, тем расслабленнее разработчик, и вместо лучшей оптимизации он может растекаться по всем предоставленным ему аппаратным ресурсам. В большой объем памяти сейчас попадают текстуры, которые в данный момент могут быть и не нужны. Поэтому иной раз мы видим, что использована вся память, а при этом показатели с видеокартой с меньшим объемом сравнимые. Но AMD приводит в пример тест, где сравнивается с 2080, Far Cry 5, Radeon 7 из-за большего объема демонстрирует более ровный график времени кадра. Я решил перепроверить этот же тест, только с, наверное, более правильным для игр процессором, а не 5960X, который взяли для теста игр AMD. В итоге получилась предсказуемая картина, где обе видеокарты работают примерно одинаково. Вот график, в котором мы видим большее количество длинных кадров у 2080. При этом основную часть времени они идут почти синхронно. А в другом прогоне, у Radeon 7, наблюдаются задержки. И если бы я продвигал Nvidia, я бы показывал второй график. А если бы AMD, то первый. Для такого же теста AMD решили оставить частоту памяти 2666. Во всех остальных случаях в их тестах было 3000 МГц. Ну и так как при недостатке видеопамяти происходит обращение в оперативную, и характеристики АЗУ, конечно же, могут влиять на график времени кадра. Но используя самый лучший анализатор-то, глаза с индивидуальным вот этим вот корректором, выбрать что-то одно и сказать, вот это лучшее решение, я не могу. Но найдется, конечно же, множество людей, которые видят разницу в одну миллисекунду. Не то, что такие мелочи. В целом, в сравнении с 2080 в Far Cry, производительность примерно одинаковая, как в 4К, так и в Quad HD. Ну а Vega 64 отстает. Снизить напряжение пробовали, теперь попробуем разогнать, на примере Assassin's Creed Odyssey. Максимум по частотам GPU я смог подняться до частоты 2050 МГц. Напряжение 1152 мВ. По факту частота поднималась в пике до 2015 МГц и 1070 МГц частота памяти. До разгона в 4К Родион 7 несколько отставал, а после набрал 9% и сравнялся с неразогнанной 2080. Но все это ценой возросшего энергопотребления со всеми вытекающими. Для себя я бы не стал разгонять, а наоборот, снизил бы напряжение. В новой батле нет каких-то критичных различий, в сравнении, естественно, без DXR, в DirectX 12. И, быть может, 4К для любителей этой игры, в сочетании с пресетом настройки высокие, это многовато. В некоторых случаях частота кадров снижается ниже комфортных значений, принятых сообществом. Зато в Quad HD полный порядок и на ультрах. Правда, конфигурации и с Vega 64, и Родион 7 имеют необъяснимое ухудшение показателя очень редких событий, отражение возросшего времени кадра. И закончим стримом на видеокарте. Стримить буду PUBG, разрешение в игре Quad HD, разрешение стрима Quad HD, битрейт 15 Мбит в секунду. Зимняя карта оказалась тяжелее, и значение среднего кадра ниже на 10 кадров в секунду, поэтому взял ее. Не сказал бы, что картинка значительно отличается, но отличия все-таки есть. И разный цвет травы не самое важное отличие. Вот посмотрите на дым. Насколько детальный дым получился на Родионе и такой смазанный, так скажем, на RTX 2080. Возможно, и в других обстоятельствах можно будет встретить подобные различия, но когда вы будете играть, вы, конечно, на них будете обращать меньше всего внимания. Производительность в целом одинаковая, ну а с картинкой получилось именно то, что вы видели. Осталось поговорить немного про рабочие приложения. Я, ты не понял, в каких случаях и где помогают RT-ядра в 20-й серии. Но прямо сейчас, не в каких-то закрытых бета или планируемых выпусках, все как-то размыто и неконкретно. И проверять эмпирическим путем все подряд я как-то не нашел времени. Поэтому ограничусь своим малым стандартным набором. Блендер. Сцена нашего модератора Денверс 13. Первый кадр анимации с двумя слоями. Считается, в версии 2.8 бета, на видеокарте Nvidia чуть быстрее. Но тут для AMD вам будет доступен Radeon Pro Render. Не работает с Nvidia. Вторая сцена Павильон Барселоны. Для того, чтобы вы смогли сравнить с имеющимся у вас оборудованием. Если первая сцена была в 4К, то это в HD. И тут Radeon 7 сильно обскакал 2080. Бенчмарк V-Ray в результат удивительный. RTX 2080 неприлично быстрее. Если помните, примерно то же самое показал 3ds Max с V-Ray в тесте 2060. Хоть я и считаю результат спорным. В премьере видеокарта нам, конечно же, нужна и для финального рендеринга с GPU-ускорением. Но больше всего она пригодится во время монтажа. Тут и 16 гигабайт памяти будут к месту, если софт сможет ими воспользоваться. Файлы 4К, 60 кадров в секунду, монтаж многослойный, качество предпросмотра полное. Берем трехминутный отрезок и считаем пропущенные кадры. 2080 пропустило меньше, но учитывая общее количество пропущенных кадров, разница не так критична. Вот при использовании Vega 64 даже невооруженным глазом заметно торможение. Финальный рендеринг оказался наоборот, за Radeon 7. Впрочем, также не особенно значительно. DaVinci Resolve Studio 15. Вот в этом тесте однозначно победа за Radeon 7. Используя ролики, снятые в 8К на NVIDIA и Vega 64, работа с материалом не так шустро выглядит. У Vega 64 больше всего задержка на файлах с блюром. А с Radeon 7 полный порядок, да еще и финальный рендеринг с GPU-ускорением оказался за Radeon. Вы вообще видели, сколько стоит оборудование для съемки 8К? А AMD напирает именно на это разрешение. Но когда оно займет хоть сколь-нибудь значимый объем рынка? Вот точно не завтра, несмотря на японцев с их олимпиадой 8К. Вообще, конечно, сталкивался с трудностями, но все списал на предрелизные драйверы и софт. Но даже если уже через пару недель все будет лучше, условия конкуренции в Radeon 7 довольно сложные. Прямо сейчас можно купить 2080 минимум за 49 тысяч рублей, судя по ЕК-каталогу. А стоимость Radeon 7 официально в России не может быть ниже 55 тысяч, исходя из сегодняшнего курса НДС. Но не забывайте, к видеокарте прилагаются игры. При покупке на Computer Universe за превышение таможенного лимита придется заплатить еще плюс около 4 тысяч рублей. Но при наилучшем раскладе все равно там может оказаться немного дешевле, чем в России. Но не дешевле того же самого Polito 2080. Ну вот у вас есть выбор, либо RT, либо 16 гигабайт видеопамяти на вырост. Но, судя по слухам, больших партий Radeon 7 не будет. И производить ее будет только AMD. Но думаю, что если Radeon 7 будет пользоваться популярностью, то это решение изменит. Ну, если оно вообще справедливо, и это не всего лишь чьи-то домыслы. На этом все, друзья. Пока!